Университет Югра перед своей публикой сыграл после долгого перерыва. Предыдущая домашняя встреча прошла в конце января. После этого сургутяне четыре матча провели на выезде и вернулись с двумя победами. Для продолжения борьбы за плей-офф в игре против «Спартака» нужно было обязательно побеждать. Однако первая половина прошла на равных. Хозяева добивались перевеса и в 6, и в 10 очков, но всякий раз гостям удавалось отыгрываться. Вот немножко они в первой половине, когда повели, 18 очков забили подряд. Я немножко успокоюсь, но я им еще раз говорю своим игрокам, надо до конца играть, ребята. Ну не надо, надо дожимать соперников, дожимать и дожимать. Во второй четверти был эпизод, когда баскетболисты университета набрали 18 очков подряд, не пропустив при этом ничего. Но «Спартак» нашел в себе силы отыграться. 43-43. Они забили, мы не забили. У нас Хлопонин, который сегодня не забил ничего и бросал 7 открытых бросков. Тот же Федюшин, я думаю, что мы достаточно много штрафных пробили. Мы неплохо, баланс у нас неплохой был между бросками и агрессией. Я думаю, что это нормальная игра была, в которой мы просто смазали. А Сургут в любом случае, там Липа и американец, они все равно наберут свои очки. Два легионера Югры показали хороший баскетбол, атакуя с высоким процентом результативности. Неплохой матч в защите и нападении провели Александр Пушкин, Валентин Юрчик и Василий Бабайлов. После 30 минут игры сургутяне были впереди. 66-60. Одна команда забила, другая не забила. У нас не было проблем нападения, мы доводили до хороших атак, у нас сбили те люди, которые должны были бить. Сегодня был не очень удачный день с точки зрения нашего процента. С другой стороны, 60% трехочковых, которые Сургут показал, но это многовато. Конечно, очень хорошая команда «Спартак», у них свои проблемы сейчас с деньгами, но все равно нам нужна была победа, потому что мы хотим плей-офф, хотим бороться до конца. Поэтому очень хорошо приготовились за этот матч, попали свои броски, очень хороший процент попадания был сегодня, играли командный баскетбол. Командный баскетбол все же принес югорчанам успех. В заключительной четверти игроки университета сконцентрировались на защите. Успешно отбиваясь от атак «Спартака», хозяева площадки получали возможность наращивать свое преимущество. Всего 11 пропущенных очков в четвертой десятиминутке сделали итоговую победу сургутской команды уверенной – 86-71. У нас эта игра, как получилось тренировочно сейчас, следующая игра, это будет у нас уже, как говорится, за выход плей-офф, с буревестником. Значит, если хорошо сыграем, удачно, значит, у нас будет шанс уже побороться за восьмой. Мы будем бороться до конца, хотим выиграть все, что можно, специально дома, все, что можно, поэтому посмотрим, как другие будут играть, очень важно тоже. Сургутяне в турнирной таблице находятся в одном шаге от восьмой строчки, дающей пропуск в плей-офф. Игра с ярославской командой пройдет дома накануне Международного женского дня. Университет Югра выйдет на паркет спорткомплекса «Энергетик» в матче против буревестников в 17 часов. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Александр Маковей, Сургут Интерновости.